Вот так-то! Это зло, которое меня сделали! Это Игнатий, по его повелению зло! Я, Алеша, еще раз удал. Раз, подрешай. Заходи. Включили? Вот, послушай. Я езжу, когда мы там в ладере, в вода, запустили колесиков туда. Я как мимо еду, а езжеда возле тебя, все время тебя вспоминаю. Я думаю, вот с Людвой у нас мы всегда хорошие отношения. Ты согласись, все так, нет? Ну да, это так. Ты пришла для этого сейчас, чтобы опросить Володю, пасти за тебя там. Сама несешь сюда, что-то там сделаешь и другое. Но у нас есть главное, это заповеди Божии. Господь говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Любовь доказывается этим. Так, вор Царствие Божие не наследует. Ты согласна? Конечно. Согласна. А дальше уже конкретно по цели. У тебя по соседству, Игорь, Ксей, уже не раз мы говорили в прошлые годы. У тебя 13 гусей уже взрослые, ну и пятеро маленькие подрастают двое, там тоже взрослые трое. И они туда ходят. Я еду в рай, а другой они там. Я пытаюсь поднять, и они уже не идут. Они прикормились. Они заходят. Вышелушили. Там у него ячмень. Я спросил, а ты не пшеница такая устная? Нет. Они вышелушили край, а лапы-то широкие, они курица заходят и притоптали. Можно сейчас прямо пройти. Это 10 западник пожилой чужого поля. С тобой я год один на эту тему говорил. Я тебе помогал. А загородить гусь он не может перелезть. Даже доску какую-то толстая тем более-то. А этот везде пройдет. Поэтому у тебя несколько вариантов. Один из вариантов. Утром рано прогонять их туда. Они на склад заходят, я захожу. У меня гуся там это. Они внутри склада, на середине прямо стоят, там пшеницу шалушат. У него кучка насыпанная. И эти маленькие тоже что-то там носом ковыряют. Значит, Игорю сказать. Игорь, сколько в этом? В самом начале там отходы какие-то. Стоит я заплачу. Второй вариант. Это попытаться загородить. Загородить они туда пока вроде не ходят дальше. Устиновых. А только в это. Но тут проезд и проще. Ты не имеешь права дорогу загораживать. Это не разрешается ни конституцией, ни совестью. И третий вариант. Продать их или заколоть. Не готовых. То есть. Но. Или говорите. Игорь. Давай договоримся так. Четвертый вариант. Вот. Я не буду их трогать. Дядя заходит. Заходит. А уже осенью. Посчитаем. Высчитаем. Сколько там квадрат. Сколько ты собираешь. С гектара. Поделишь. Они питались. Это мои гуси. Ну надо. Могу рассчитать все. Гусью. Ну вот. Четвертый вариант. Самый подходящий. Подходящий. У меня гуси. Из этих гусей скажи сколько стоит. Я узнаю. Папе. Ты по стоимости которую издаешь пшеницу. Я по стоимости которую гуси продают. Баш на баш. Спасибо. Ты не обижаешься? Нет. Я все поняла. Я хожу. У меня сердце болит. Это воровство. И виновно мы все делаемся. Мы нарушаем десятую заповедь. Не пожелай чужого поля. Как Пушкин говорит. Не пожелай там раба, осла. Это я согласен. Но не пожелай рабыни. Не могу я выполнить. Он какой у него видит. Статья. 113 любовниц Пушкина. 113. Любую кухарку. Как вот этот кораблестроитель Королёв. Тоже Сергей Павлович как наш. Никого не пропустить мимо. Так вот. Сделай это. И сделай сегодня. Хорошо. Люба. Я говорю не только о тебе. Я о себе беспокоюсь. Это вы их куда-то загнали? А? Вы все их куда-то загнали? Я не видел никогда. Нету их. Ни разу не трогал. Вчера. Вчера видели. Они на большом озере. И туда за круг заплывают. И там они ныряют. И едят тряску. На каком большом озере? На храмовом. На храмовом. На храмовом. Ну прямо от дороги. Вот это большая компания. Да. Они там. Я сейчас ходила. Кричала. Кричала. Они там у тебя выступ. Они за этот выступ. И в воде. Тебе их оттуда не видно. А от нас там насыпь это. С плотины то было хорошо. И Володя их заснял. Ну значит там где-то они. Я никогда не заставал. Никогда. И вообще нет. Телят. Телят заставал. И вот этот Алабай бегает. Я его без привязи. Привязал. Позвонил Леня. А вы отпустите. Придет. Я гнет. И придет. Вяжи. Берема берет. За ним не смотрит. Они убежали. Я сказал. Не подгонять коров к этому пруду. Они обрушили берег. Мы теряем пруд. Гоните туда. Все рассказал. По домам прошел. На собрание сказал. На занятиях. На следующий день опять там же. Она сидит в уши в заклепках. И не смотрит никуда. Она не пасет. Вот этот раз гляжу. Мы на дамбе работали. У меня грабли они утопили. Самые хорошие подарочные. Утопили. Искали мою лопату. Лопату не нашли. А граблю утопили. Сейчас грабли ныряют. И ничего не могут найти. И вот. Оттуда я смотрю. Коровы вплотную подходят уже здесь. А Виталия ничего не видит. Он слепой. Слепой и глухой. Я скорее туда вышел. Коров давай отгонять. Пастуха нет. А потом гляжу. Там ближе к лагерю. К храпиве прижался кто-то. Я оттуда. А ты что сидишь здесь? Ну. Я же тебе говорил. В прошлый раз тебя отсюда отогнал. Сказал. Давай помолимся. Чтоб Бог совесть пробудил. Что вы делаете? Пруд тут. Мы сейчас там отремонтировались. Мы оттуда наковернулись. Там воды намного-много больше чем теперь. Когда мы все это закупорили. Зачем ты сюда гоняешь? Поить там. Если ты там на той стороне был. Прогоняю. Тут всего там 300 метров. Ну. Все тут. Долго-то. Ну. Я все ей рассказываю. Я говорю. Так это опасно, мой сын. Я говорю. Ну так ты и разберись. Отношения-то везде хорошие. Но я не могу, чтобы вот так вы делали. За нами придут люди. Мы должны оставить земли обихоженные. Около Игоря этого Глушкова. Ты знаешь, что тут было? То пройти нельзя. Жаль, если только к ограде пройти. А остальное по воде. И не Анила-то. Как раз Александр и говорил. А что у Игоря тут нельзя? Вот теперь сделали. Поднял. Гору, в которую там глина там все притащили. Песка привезли. Но щебенки не было. Поэтому только мелкая. Но сейчас ездим нету. И при выходе там какая колея была? Ну? Ну мы должны оставить после себя лучше. Есть песнопения, чтобы дочери были счастливее нас. Ты тоже это желаешь? Ну и вот весь сказ. Что ты боялась разговора? Спаси Христос. Ну, спаси Христос. Люба, я хочу, чтобы наши отношения всегда были хорошие. Я тоже. Я тебе отдам на один день его только. Больше нет. А дальше видно будет. Мы очень и очень заняты. А он главная фигура. Ладно. Еще, Игнат Тихонович, вы говорили, приедет женщина какая-то. Да. Не было сообщения? Она еще пока в Москве. Она из Америки. А она как раз познакомила меня с отцом Александром Менем убитым. Лидия звать. Муранова. Очень и очень хорошая. Она просилась каждый год, я не разрешал. Потому что осенью. А сейчас можно встретить. Ну да. Еще, видите, дело в чем. Если я уеду двадцать седьмого, вдруг она приедет позже. Я тогда... А привели мое... Я разрешаю, пусть она тогда... Я Надежда Васильевна не хочу. Вот в чем дело. Я разрешаю, пусть она в моем домике тогда... Да, пусть так. Я Надежда Васильевна еще раз сказал. Я не хочу. Ты то болеешь, то что. Человек приехал, зачем он должен возиться с тобой? Каждый. Кольнул еще. Я больная. Начинаю давление мерить. Я ни разу в жизни не мерил и не даю. Ну, вот как-то коснулось меня там операции. Замерили. Сто двадцать, кажется, на восемьдесят. Подначальник, интересно, хирургического отделения. Доктор медицинских наук. Идет. А я по лестнице навстречу его. И прыгает через три ступенька. Он остается так. Подождите. А в каком вы отделении лежите? Я говорю, в кардиологии. С сердцем. Только у меня врача такое сердце нет. Пошел дальше. Я вот так вот. Смотри, на лестнице. А я служил во флоте. На лестнице нельзя шагом ходить. Это так мотировалось. Я все время на лестнице не могу. Почему? Нельзя скапливаться. Тесное место. Мы даже быстро пролетели. На перилах проехать или как угодно. Ну, я на это. А они меня смотрели, проверили. А ничего не делали. Ничего не делали. Какие-то никотиновые капли еще хотели. Я говорю. В деревне никогда не было давления, аллергии. Никто этих слов не знал. Умер Божьей милостью. Все. Докражали сколько. У моей матери двенадцать детей. Вот здесь у бабушки, кажется, восемнадцать. А вот рядом, где, наверное, твой дом, Рупакова жили. У нее двадцать четыре. Нет. На моем месте Сиськов жил. На этом? Где я сейчас живу. Да. А тогда сейчас Ося. Ося. Ося, где строится. Нет. Он говорил, именно на моем месте Сиськов. Сиськов-то здесь. А Рупакова, я говорю. А, Рупакова. У них девочка была такая. Потом выросла. Ну, и не совсем в уме. А как же ее звали, какая-то? Море. Видно, Марина была в море. А что ты будешь летом делать? А она серпом. Где-то траву косила для коровы. Братка приедет. Сам пизделает. Я с крыши кататься буду. Смеялись. На глядишкам все это. Только лишь бы это весело было. Ну, вот мы рыбу. Это сегодня я привез. Ошелушили. Я ее замерил. Сосчитал. В 4 килограммах 813 рыбинок. Да на два раза пересчитали. С одной чашки в другую перекладываю. А тут Виталий. 813. И кишки из них 300 грамм. Останавливается так. Каждая в среднем 5 грамм. Рыбешка наша. И длинаю 5 сантиметров. Вот статистика. О, Илья Тихонович. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Все. На него. В песах, как мы считали. Я говорю, никогда не мыть. Слизь, которая на него. Это желе. Это... Самое... С холодец делает так. И он сейчас песку сушит. Ты видела? Иди подойди. Ну я поняла. Ты иди, иди. Вот. 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 Посмотри. Он топит каждый день песку. Все, мой. Взять. Да я вижу. Вижу отсюда вам. Вижу отсюда вам. Ну поминай. Володя. Покажи. Надо сдвинуть. Надо сейчас натолкать. А что она рядом-то? Вот я рожок начал снимать. А-а-а. А вот она либо она лежит. Вот ее куда угодно. Она слабо посоленная. А особенно как она в корок превратится. Да бабка. Хоть кошкам, хоть собакам. Хоть самим. Она очень вкусная. Гальян. Вот Семен Свисков. Это у него жена была Аганя. Выродная сестра. Она говорит, лучше гальян на любой нет. Она другой не едала. Она другой не видела. Никогда не подавишься. Костей-то нету. Сейчас мелкие. Другой-то я не видела. Ну, однако все. Сегодня у нас что? 16 августа. Скоро преображение будет. Приходи за рыбой. Я два раза в день езжу. А ловить-то нечем. Говорят, везде ездил, ездил. Ни у кого нету. А кто-то оттолкнул на Андрея. Он говорит, какая-то была сетка. Тут то ли купили или подарили. Я в первый же день закинул, а в 813 залезло. Я говорю, ну статистику, я любил всегда математику. Я все стараюсь по этим. У меня только остался больной вопрос теперь. Как мне теперь этого внука забрать? Ну, забирать мне его надо, это года на три. Ты проси Бога. Года на три, не меньше. Так, и скажи, и ты не прогадаешь, ты и душу спасешь. Я буду помогать тебе. Молиться. Если нужно, когда летом будем здесь, ребятички любят водиться, ты можешь на целый день оставлять. Это я тебе гарантирую. Ребятички очень любят. Со щенками, с ребятишками маленькие водиться. Ты у нас знаешь, не обидят. Вот она была у него. Все матери. Дети, они дома-то больше не такие, а они у меня тут тихо. С первого дня понимают, по одной плашке ходить. Они никуда не едят. Бывает такое маленько. Начнет женщина что-то, я сразу раз. Ты нарвалась не на твоего подхаблучника, там другие будут учить. Меня учить не надо. Тут все проверено на десятки раз. В одной руке ложка, в другой кусочек. На стол он не склоняется. Вот и стой. Ребенок не должен быть хуже нас. Он должен быть лучших. А у нас есть что сказать. Ты ему страх можешь леветь. Наша мать вдолбила одну фразу. Бог сказал. Этого нет в Писании, но в общем-то да. Терплю до конца, а буду мучить без конца. Это меня удержало от пионера, от комсомольца, от партии. От блуда удержало самое главное. И мозги мои не источены блудом. У меня стихотворение есть. Я женщинам всем благодарен и в досталь. Что мимо меня не заметив прошли. Взглянули лишь косы, змеи скрыли щекосы. Зано взаимных не вошел. И нечего того нашить. И теперь я обстил. А рядом с сестрой я на шатком своем. Табуреки, как прежде. И умы, блудом не источен. По-прежнему острый. О! Пушкин во время бы не написал такого стихотворения. Он не знал этой радости. И умы, блудом не источен. Больше всего памяти. Все отнимает блуд. Сегодня интернет. Интернет, когда они там играют в игры где-то. А в интернете, ну, больше у меня вряд ли кто будет. Вот роликов у меня 12 тысяч. Вот это будет 12 тысяч первых. Пошел кормить кошек. У меня собака. Это скорее спасибо всем. Не забывай собаку, я тебе эти подарок дам. Да, да, да. А ребенка на лето я беру. Так, мы пошли, Володя. Все, с Богом. Спасибо.